здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала сегодня я хочу показать вам небольшие но все-таки продвижение по моему основному на сегодня процессу это дизайн маржелин бастин розов-голубой вазе на сегодня я перемотала немножечко уже опустила основу напомню что я вышиваю на линде 27 каунта от свайгард в принципе то что у меня было вышито я уже показывала в прошлом видео если кто не видел ссылочку оставлю вы можете перейти посмотреть поэтому ничего я от вас не скрываю а показываю непосредственно уже то что нового появилось у меня на основе за это время за несколько дней моих рабочих я вышила до вышивала анютыны глазки вот он цветочек красивый с правой стороны выполнила тоже все элементы здесь ягодки и листочки колосочки какой-то вот бутон наверное и листочки и приступила к центральной розе на когда я только начала я вышивать здесь по округу идут темные цвета и темно-зеленые цвета казалось что я вышиваю капусту но я понимаю что когда выполнится полностью все крестики розочка проявится и заиграет всеми всеми красками особенно на камеру я смотрю смотрится очень здорово просто 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 очень очень красиво сейчас сняла схему и стали видны вот мои первые начинания я когда начинала вышивать и немножко ошиблась я вам говорила уже вот то что было и это нужно будет мне все распарывать но будут приступать к этому занятию чуть чуть попозже сейчас хочется побольше уделить время именно вышивки времени на вышивку сейчас мало в связи с курсами я очень сильно устаю вышиваю по два по три часа в день не каждый день но в основном получается у меня где-то три часика уделять этой работе работа очень очень легкая схема очень понятна и двигается быстро потому что это практически 14 каунт или до 27 каунта если разделить на 2 на 15 половина ну практически 14 и покажу вам схему вот она вот такая вот схемка за половину я уже давно перескочила да видно на камеру вот здесь я все вышила вышивая сейчас вот эту розу центральную и потом что у меня останется желтенькая розочка наверно бабочка гортензия еще какие-то вот цветочки в общем то не так-то и много и возможно за две недели мне удастся все это до вышивать хотя не хочется делать некие прогнозы обычно как сделаешь прогноз как ляпни что-нибудь так все сразу начинает меняться но я себя знаете вот как говорят дурак думка богатея так я себе утешаю что по схеме вообще здесь работы на неделю если был был мой обычный рабочий график я за неделю был запросто это все вышло особенно за выходные но так как я в субботу воскресенье хожу на курсы и тоже много времени то тут уже как бы загадывать сложно но я стараюсь каждую вот минутку утром вечером стараюсь уделяю этому процессу хотела немножко рассказать вам по моей организации значит если у меня тут ключ отрезаны подсматриваю значки все ниточки у меня вот я говорила в коробочке кстати посмотрела я сколько у меня ниточек ключ это мне же все написано а я сразу не догадалась подсмотреть 37 цветов ниточек здесь очень очень много используется богатый колоритный дизайн вот и брать ниточку с бобинки опять все это приматывать перематывать меня знаете это очень сильно утомляет и мой рабочий процесс выглядел так что вот весь стол засыпан просто бобинками сверху них вот кладу я вот так ниточку потому что я периодически вытаскиваю поэтому вот так бобинка на столе ниточка сверху мне конечно же это не нравится эстетически поэтому я побежала свои запасы и взяла вот такой органайзер для иголочек от пока и постаралась побольше разместить иголочек основных цветов чтобы у меня эти бобинки не валялись не лежали на столе а я пользовалась вот именно уже готовой ниточкой с органайзера дело уже идет получше побыстрее и я сейчас не отвлекаясь на другие вообще процессы никуда не смотрю только вот на этот процесс как только все время сажусь одну ниточку две ниточки благо схема здесь простая все идет цвета грубками поэтому нет сложности с постоянным закреплением ниток со сменой цветов если взял одну ниточку тут ее в основном и отшиваешь и 1 и 2 и 3 иголочки одного цвета поэтому работа идет очень очень быстро вот к примеру вот в этой розочки я вышла сначала внизу все темные цвета потом пошел меня розовый основной 1 скажем так я его везде вышел розовый основной 2 его вышла а внутри сейчас заполняю белым и работа идет очень быстро вот таким вот планом вот ну что здесь у меня значит по продвижениям все хочу показать вам небольшие покупки подарки сейчас минуточку покупки у меня здесь совершенно такие крохотные но в любом случае хочется отметиться во первых покажу сколько клевых магнитов я купил это не один новый магнит и они очень сильные покупала на алиэкспресс видите сколько здесь их здесь пять вот таких больших круглых потом целая ступочка кругленьких поменьше ступочка квадратненьких и вот такая тоже ступочка потоньше магнитиков кругленьких так как процессов много и не хватает у меня магнитов для меня магнит вот на конве как мы крепим схему не просто для того чтобы держать схема я туда насыпаю много иголок и он является также игольница я беру иглы именно с магнита поэтому мне хочется чтобы у меня были хотелось чтобы у меня были такие сильные магниты иногда бывают схемы вот как в пане сейчас вышивала и схема толстая простой магнитик просто не держит а вот такой магнит да если им прикрепить схему там и иголка держится не одна и схема держится хорошо поэтому вот это вот счастье за очень небольшие деньги пришло ко мне с алиэкспресс так дальше я забежала быстро быстро вы себе не представляете как быстро я бежала что перед курсами чтобы успеть купить вот эти ниточки пять цветов спойлер к новому процессу вот говорила что пока не буду начинать но потом расскажу это такой секретный пока процесс как только я начну делать подготовку тогда вам все расскажу вот такие вот пять красивых оттеночек я купила еще одну ниточку докупала дома его процесса ланарты но я уже перемотала на в работе и купила на пробу вот такую ниточку это с нашего завода бабочка с того завода где я знакома с хозяйкой и снимала два видео вот это очень известная здесь марка бабочка они изготавливают не только нитки мулины а вообще нитки для производства различные нитки вот и купила такую нитку очень плотную для вышивки бисера потому что моя закончилась я вышиваю обычной ниткой и думаю что она может когда-нибудь просто как нет когда со временем утончается и рвется а эта нитка очень плотная плотная поэтому я думаю что она не хорошо послужит вот такие мои маленькие покупочки еще одна есть сейчас покажу еще одна небольшая покупка но очень практичная и очень важная это вот такая вот сетка специальная одевается на стул она очень мягкая и пружинистая для того чтобы поддерживать и делать массаж спины мы вышивальщицы долго сидим за вышивкой и устает спина а вот это вот вещь очень очень сильно хорошо помогает я очень довольна стоит она не дорого около четырех с половиной евро купила наших сайтах но я думаю что и на алиэкспресс тоже можете такую штучку найти она на резиночках вот одевается просто снимается поэтому на любое кресло подходит вот такая вот практичная у меня штучка и немножко о подарках в этом месяце также у меня есть опять же и подарки опять же от наташи наташа уехала подарки продолжают поступать когда я с ней встречалась и говорила что купила себе станочек от гамма на такой лапке с держателем и она упомянула что у нее тоже есть подобные она им не пользуется и с радостью мне в общем-то его передаст мне станки такие всегда тоже нужны поэтому я с радостью приняла такое предложение и вот наташа не придала станочек я не буду вытаскивать с коробки нет смысла вот я пока собирать не буду потому что нет у меня времени ставить второй процесс к примеру да у меня на один единственный сейчас не хватает времени но станочек вот такой здесь есть такие планки куда можно вложить даже раму мне это очень понравилось можно положить кюснапы не только пяльца да что-то большую какую-то раму и вот так сидеть спокойно вышивать класс это суперский подарок я очень рада и довольна наташа сиди смотришь это видео большой-большой тебе спасибо эта вещь точно мне пригодится я открыла же все посмотрела все хорошее все качественно я буду этим пользоваться еще пришла вот такая баночка опять же от наташи и такой паночку такой коробочки до здесь нитки посмотрите как много какие такие большие моточки это пнк это еще старого образца поэтому такие мотки здесь пухленькие и их здесь очень очень много я пнк люблю поэтому я ими буду пользоваться люблю вышивать подушки и поэтому я думаю что туда вот эти нитки на разные такие дизайны с какими-нибудь рисунками геометрическими эти нитки можно будет применить их здесь много мотки большие поэтому как раз вот хватит на такие разные интересные дизайны моим мой хомяк рад хозяйстве все пригодится смотрите сколько вот даже белый есть ну белый вообще всегда нужен вот красивые цвета такие яркие я люблю поэтому можно будет выбрать какую-то геометрию и вышивать интересные подушки все пригодится вот такие вот у меня подарочки в этом месяце ну а на этом данное включение хочу завершить увидимся с вами в новом включении когда что-то вышлю и тогда покажу свои продвижения всем привет сегодня 8 августа среда и я делаю включение чтобы показать мои небольшие продвижения по моему основному процессу но эти продвижения меня очень очень радуют потому что как я говорила времени мало и я буквально вот по часику по два выделяю в день чтобы потихонечку вышивать этот процесс он двигается местами идет очень даже легко вот к примеру эта роза вышивалась очень очень ну просто здесь цвета шли группками по кругу поэтому было легко вышивать перебралась я в левую сторону здесь немножечко уже процесс идет помедленней потому что видите здесь есть такие маленькие голубенькие цветочки состоят они из двух цветов голубого оттенка вкрапление белого оттенка тут рядом желтенький оранжевый то есть разбросаны такие цвета приходилось часто менять ниточку поэтому процесс вот идет более медленно и я вышиваю вторую желтую розу но не хватило мне немножко силы довышивать и снять этот отчет включение думаю ладно есть у меня время сделаю включение а потом когда я вышью полностью всю желтую розу здесь будет листочек может быть даже и бабочку удастся мне дошить хотя не знаю сделаю еще потом включение потом буду переходить опять же в правую сторону чуть-чуть здесь доработаю что получится а дальше буду перекручивать основу и скорее всего придется дальше приступить к распарыванию вот этого участка видите который мне будет уже в общем-то мешать ну ничего процесс идет все в радость все нравится он очень-очень-очень приятный я вот кто любит вышивать цветы прям рекомендуем немножко хочу показать мой процесс рабочий вот видите для меня не очень удобно вышивать на бобинках когда идет сам процесс они мне разбрасываются по всему столу потом приходится это все собирать конечно на органайзерах вот ниточных дело обстоит намного лучше но в начале этот процесс планировался по одной ниточке по две поэтому было удобно на бобинках и теперь когда пошел процесс скажем так основательно стало как бы не очень удобно но я уже не буду ничего переорганизовать потому что тут осталось уже всего ничего покажу опять схему открою смотрите что мне осталось вышить вот она желтая роза тут листочек бабочка гортензия с бабочкой пчелка и вот еще такой участок с цветами совсем немного по крестикам вот поэтому я уже не буду ничего заново переорганизовывать я справлюсь получается очень красиво особенно на камеру смотришь такой букет воздушный красивый ну ладно пойду я дальше вышивать у меня сегодня есть часик перед курсами я сейчас повышиваю и вот с таким приятным настроением отправлюсь уже на свои уроки ну и вам желаю хорошего настроения увидимся в следующем включении посмотрите какая красивая ваза шикарная вот такой букет здесь у меня нарисовывается ну и чем я сейчас занимаюсь а вот пришло время распустить распороть то что было ошибочно вышито вот тогда в апреле месяц стартов половинку я уже почти выпарала но потихонечку у меня есть распарыватель сижу аккуратненько очень стараюсь делать аккуратно все выпарывать чтобы не подрезать основу потому что больше там много это будет просто огромная трагедия итак сегодня понедельник 13 августа я хочу показать на каком этапе находится моя основная работа как вы видите я довышивала мою желтую розу все она заиграла своими красками появились здесь листочки вышила бабочку вот такая бабочка зеленовато-желтая наверное это капустянка и вчера вечером воскресенье я вышивала вот эту бабочку наверное это павлиний глаз я не разбираюсь в бабочках но вот мне почему-то кажется это должна быть она здесь такие глазки у нее на крылышках и она сидит на гортензии над которой я сейчас работаю осталось мне вышить уже совсем немного по гортензии может быть сегодня я успею ну и вообще глядя на остатки схемы потому что я ее уже все порезала почекала чтобы мне было более удобно работать вы видите что вот бабочку я вышила вот сейчас гортензию вышиваю ее здесь осталось ну наверное где-то 200 250 крестиков будет еще пчелка и потом остается у меня из основного массива это вот такие беленькие цветочки и какие-то бутончики ну уже все я на финишной прямой скоро-скоро буду презентовать вам готовую работу и меня это очень-очень радует также как вы видите я все выпорола что у меня здесь было чистенькая основа все вышиваю натянула опять на свое на свой станочек покажу вам какой у меня получился видите сколько ниток обрезок ну я не фанат обрезок я их не собираю все это будет сейчас выкидываться в мусор и вперед будем дальше работать над этой красотой над этой картиной очень-очень мне нравятся здесь крестики мне нравится легкость прозрачность душевная работа вышивается легко и ток вот такой вот красивый ну что отправляюсь я дальше работать над моими крестиками увидимся с вами в новом включении возможно уже даже покажу готовую работу сегодня 17 августа и я рада представить вам мою готовую работу наконец-то все я ее дошила сегодня проснулась пораньше чтобы перед курсами довышивать но вот еще успею снять видео и я думаю что успею смонтировать видео выложить и завтра вы посмотрите видео как вышивалась эта работа вот она еще немножко даже влажная не совсем досохла но тем не менее она готова представиться перед вами и чтобы вы посмотрели на готовый результат и так подытожим вышивка на самом деле очень легкая хотя и использовано здесь много цветов здесь 37 оттенков покажу вам ниточки ниточки у меня уже разобраны они вот в коробочке в такой я заменила оригинальные нитки которые были в наборе на ниточки дмс из моих запасов вот они все здесь я их уже привела в порядок и они готовы отправиться ко всем моим ниточкам в контейнеры да пойдут по номерам вот каких-то цветов использовалось много каких-то совсем по чуть-чуть но полностью оценку по затратности ниток я сделать не могу так как нитки из запасов и соответственно не все новые бобинки некоторые были уже начаты и много начаты а некоторые новые ну это не важно сам факт в том что дизайн вышивается на самом деле очень легко и если работать только с одной вышивкой за две недели запросто можно вышить запросто девочки очень легкий дизайн и мне нравятся разработки дизайнера маржелин бастин кстати по ее разработкам очень часто ланарты выпускают наборы и вот этот вот дизайн был ланарты но он очень давно снял с производства много-много лет назад он был и потом его выпустил перевыпустил ласка мне очень импонируют дизайны маржелин бастин и в планах есть еще вышивки у меня есть одна работа вышитая от маржелин бастин и в планах есть у меня еще парочку хотя бы вот которых мне хотелось бы вышить нравится легкость нравится солнечность этих дизайнов душевность вот вся композиция мне все импонируют и хочется еще вышивать такие дизайны вот глядя на этот букет сразу можно себе пофантазировать что это лето ну естественно лето это дача период отпусков на даче когда вот вышли в сад и нарезали разных-разных цветов ваза здесь такая фарфоровая изысканная можно даже где-то рассмотреть рисунок на вазе букет простой садовый здесь и розы здесь и анютыны глазки гортензия ягодки нарциссы лютик еще какие-то цветочки колокольчик то есть вот полностью такой садовый букет ваза наверное стоит где-то на веранде и своим ароматом привлекла две бабочки пчелку которая тоже пришла полакомиться пыльцой цветов красивый настроенческий букет смотрю на него радуюсь вышивала радовалась такое настроение создает просто невероятно и у маржолин бассейн часто также используется она к букетам и разным композициям добавляют вот такие гнездышки с яичками очень интересно получается романтично ну вот такая моя работа к сожалению она также отправляется в рулон к к моим вышитым работам опять же пока не оформляется потому что в этом году у меня ремонты у меня курсы у меня какие-то другие еще дела и на оформление пока нет возможности оформить работы потому что хочется оформить ну не шикарно но достойно а это стоит денег и ну хочется не одно оформить а как-то в паре скомпоновать чтобы подходили рамочки ну в общем пока процесс оформления я откладываю возможно в следующем году я улажу в этом году все свои финансовые дела а в следующем году буду уже вот оформлять уделю время моим отшитым работам и буду их оформлять некоторые как бы композиции мне нужно завершить что-то дошить парные работы чтобы можно было оформить ну в частности вот этот букет его можно и самостоятельно оформить потому что цветы они между собой всегда хорошо сочетаются даже если это ну дизайны разных фирм разных дизайнеров они отличаются но цветы есть цветы поэтому всегда будет гармонично смотреться вот такие мои новости очень рада что мне удалось завершить этот букет потому что времени у меня сейчас очень очень мало я вышивала где-то по часику где-то по полчасика потому что сейчас у нас курсы начались еще раньше по времени и заканчивается еще позже и суббота и воскресенье но есть домашние дела где-то что-то надо успевать делать в общем я просто думала что я буду целый месяц вышивать там совсем небольшое количество крестиков но все смогла дошить рада где-то повешу наверное на гвоздики полюбуюсь хоть несколько дней таки уберу чтобы не пылилась и пока она будет ждать вот ну а конечно же станок пустым не может быть я сейчас подумаю что мне в следующем будет вышиваться если хотите пишите ваше предложение мне будет очень интересно узнать какой бы процесс из моих начатых вы хотели бы увидеть в дошитым может быть ваше как бы общее мнение меня подтолкнет наведет принять то или иное решение ну в общем то у меня все на этом хочу пожелать вам хорошего настроения ну и конечно же до новых встреч ставьте лайки пока пока до новых встреч пока до новых встреч до новых встреч и